Привет, красотка! Сегодня я хочу вместе с тобой разобрать свой туалетный столик, который сейчас просто в безобразном состоянии находится. Я почему-то подумала, что это может быть вам интересно, точнее я спросила у вас в предыдущем блоге, и большинство проголосовало за такое видео, поэтому сегодня вместе с вами я буду выбрасывать много своей косметики, скорее всего, потому что что-то уже вышло из срока годности, что-то я просто не использую, я не знаю уже сколько времени, и так как косметика уже использована, то есть там что-то начато, там мои бактерии, там мое как бы все, я уже не смогу эту косметику не подарить кому-то, не разыграть, например, в конкурсе, поэтому, к сожалению, она пойдет на выброс, но то, что можно будет подарить, мы с вами сохраним. Просто хочу показать, насколько... Ой, Ева, Ева тут спит. Насколько здесь беспорядок, и насколько мне это не нравится, насколько много всего, и я обожаю минимализм во всем, вот здесь это вообще я молчу, но кажется, что вроде бы все разделено, да, все понятно, но на самом деле я почти ничего из этого не использую, просто потому что я не понимаю, что где лежит, и это не может не раздражать. Я сформировала себе вот такую косметичку на каждый день, просто из одной из коробок, и использую именно отсюда косметику каждый день, а это фактически лежит просто без действия. Хочу новые разделения сделать, хочу избавиться вот от этих косметичек, например. Я выделила, кстати, себе такой списочек. Задачи на видео, задачи на мою уборку, это выбросить просроченную косметику, и то, что не использую больше года, распределить косметику по темам губы, глаза, брови, лицо, но я посмотрю, что будет занимать больше места, на что потребуется большой отсек, например. Уходовая косметика в ванную отправить, потому что у меня здесь есть где-то скрабы, знаете, всякие такие кремы, и я их, разумеется, здесь не использую. Зачем она вообще здесь лежит, я не знаю. Помыть кисти и косметику на каждый день выделить, вот посмотреть, что я здесь использую, что не использую, что сюда нужно положить. И я взяла такую вот коробку деревянную, и я хочу ее положить вместо либо вот этой части левой, либо вместо этой правой части, не знаю, потому что здесь есть удобные разделения, которые именно маленькие, и сюда много чего вертикально поместится, это очень удобно. Кстати, вот этот бокс, это мой первый Александра Паснова бокс, представляете, я его использую, использую уже, получается, два года. Очень удобный, это я сделала сама, просто какие-то коробки, поставила разделение, чтобы было все по секции. Первое изменение, я убрала отсюда вот эти два блока и поставила деревянный ящик, посмотрите, сколько грязи, каких-то непонятных штук здесь накопилось. Я это все либо всасываю пылесосом с насадкой такой, знаете, узенькой, либо вот так просто с салфеткой можно убрать. Сюда, в этот узенький проход я помещу то, что меньше всего на самом деле использую, это косметичка с блестками всякими. Очень редко, конечно, но все же я использую здесь самые разные пигменты, блестки, очень красивые, очень яркие, нарядные, но я это максимально редко использую, поэтому такую блестящую косметичку и самый дальний уголочек. Также первое, что идет на выброс, это колориста красящий спрей для волос. Во-первых, я не использую, во-вторых, уже срок годности вышла и некому мне подвить. Также на выброс идет палетка из H&M, я ее пользовалась хороших три года, наверное, в основном именно вот этим продуктом, но действительно ради одного вот этого цвета держать такую большую палетку я не вижу смысла, да и очень она уже долго мне служит. Там срок годности, конечно, не написано, но мне кажется, уже давно истек. Батист сухой шампунь для волос тоже выкидываю, он закончился. Больше всего как будто бы у меня помад, поэтому я их, наверное, буду заполнять вот здесь, место для них. Здесь будут всякие тени, маленькие палетки для глаз. Матирующие салфетки, вот я их, наверное, ни разу не использовала, знаете почему? Потому что они лежат здесь. Матирующие салфетки никогда не нужны, когда ты дома и красишься, как бы дома, да, у тебя есть пудра, если что. Их надо брать с собой, чтобы использовать, а не здесь хранить. Это тоже тени из H&M, того же срока годности, так же давно я их купила, уже давно-давно их не использую, поэтому прощаюсь с ними. Вот эту палетку я, наверное, кому-то подарю, потому что вообще вижу, ни разу ее не использовала, просто она у меня лежит. Это от клиник универсальные цвета, но я не вижу здесь кисточки, кисточки здесь нет, вы можете видеть себя. Не знаю, я просто из другой палетки использую все те же самые цвета и эту могу кому-нибудь подарить. Вот эта косметичка у меня будет для подарков. Помады это вообще отдельный разговор, потому что их никому подарить и разыграть нельзя, потому что ты уже их использовал, там твои бактерии. Но, например, вот я не использую вообще вот этот оттенок. Один раз, наверное, два раза накрасилась и все. Сейчас она у меня лежит уже больше года, наверное, без дела, но, к сожалению, действительно не использую, место она занимает, поэтому прощаюсь. Хладнокровно достаточно нужно поступать, но что поделать. Вот эти оттенки это мои, я их люблю. Если у меня встречаются подобные продукты, вот прям почти один в один, например, у меня есть от NARS блеск для губ подобного цвета, да, и от DIVAGE. Я и так редко использую этот оттенок, так что я выбираю один из них, со вторым прощаюсь, потому что, ну, просто занимает место. Наверное, когда-то была рассылка, я один раз попробовала и все, лежит он у меня. Я уже начала, кстати, многим брендам просто отказывать в рассылке, благодарить, конечно, но первое время, конечно, было очень приятно, присылают много косметики. Пояжусь к вам ненадолго, проблема бьюти-блогера, ну, и не только бьюти-блогер, в принципе, блогерам делают рассылки, отправляют новинки, какие-то интересные товары. И первое время это, конечно, все очень приятно, очень классно, просто бесплатно получать косметику. Но чем дальше ты идешь, тем больше ты развиваешься, тем больше разных предложений и разных брендов пишут. И, конечно же, они не просто так пишут, то есть не просто мы вам там дарим, а все равно с намеком на то, что ты где-то их опубликуешь, где-то упомянешь. И просто там набирать косметику и сидеть с ней, не отмечать их, не давать им какую-то рекламу, да, то, на что они, в принципе, надеются, это неправильно, как мне кажется. Поэтому в какой-то момент я начала вот это чувствовать уже, что я беру, набираю, вы знаете, как хомячок, потому что раньше у меня там не было косметики, и я не могла себе позволить столько косметики иметь, покупать. И просто соглашалась, соглашалась, соглашалась. Косметика все копилась, рекламу я не хочу лишний раз вставлять в свой блог и постоянно там что-то постить, кого-то отмечать, поэтому я уже часто отказываю просто в рассылках, говорю спасибо, но косметики достаточно. Это я объясняю тот факт, откуда вообще вот столько косметики, буквально немного использовано, потому что присылают рассылок много, что-то я просто тестирую один-два раза, и вот так вот лежит Лешка. И когда я это поняла, я стала отказывать все чаще и чаще. Никогда, конечно, я не думала, что я буду выкидывать помаду от MAC, но ее я не использую уже, ну, года три, наверное. Тоже была рассылка матовых помад. Я очень люблю эти матовые помады, но вот этот цвет просто у меня лежит и не используется абсолютно. Вот этот цвет еще можно оставить для нанесения стрелок, то есть для нанесения помады на глаза, но я тоже с ним попрощаюсь на самом деле хладнокровно, потому что есть у меня сейчас подводка от NYX, именно для глаз подводка, и она не отпечатывается. А вот эта помада всегда отпечатывалась, но я настолько любила этот цвет, что все равно использовала. Сейчас мне подводка та нравится больше. Дикий розовый такой я тоже уже не использую. Карандаши для губ я тоже соединю одной резиночкой, наверное. Такой продукт, например, вообще не понимаю, в чем смысл его, это помада от NARS. Смотрите, какой оттенок и какой оттенок на руке. То есть это вообще какой-то полупрозрачный блеск, непонятно, ни цвета не дает ничего. Вот мне интересно, зачем я сохранила этот цвет. Вообще абсолютно какой-то никакой. Это была какая-то коллекция у Maybelline, типа вспомним 90-е или нулевые, когда, знаете, на губах были оттенки в цвет тональника. Я не знаю, зачем я такое сохранила, открыла. Какая у меня красивая разноцветная рука. Я еще, знаете, по какому параметру чищу помады? По оттенкам, например, я понимаю, что я за, не знаю, сколько лет, сколько я пользуюсь косметикой, я не использовала помады, которые уходят в розовые тона. То есть я больше использую те, которые уходят в бежевые, коричневые. А розовые мне не нравятся, и я сразу же их замечаю и избавляюсь от них. И в будущем тоже не буду сразу же их вскрывать никогда. И просто буду сразу же дарить, либо отправлять на конкурсы. Не называется, я разобрала все свои помады. Вот так мало осталось, это все по кучкам. Я вот такими резиночками, наверное, их сгруппирую и поставлю вертикально. Тем временем у меня уже прогресс. Я разобрала вот эту часть, это все, что связано с глазами. Выделила отдельно туши, отдельно подводки и цветные, и просто черные. Гели для бровей, а это именно цветные карандаши. Вот я их тестировала на руке. Смотрите, кто пришел мне помогать. Ева, ты маленький битеблогер, у тебя две повязки. А две повязки для головы. Ну что, красотки, буду хвастаться, что я имею спустя час примерно. Посмотрите, у меня есть даже пустое место. Я, конечно, быстро найду, что сюда положить. Но в любом случае у меня образовалось пустое место. И действительно, все по категориям. Давайте посмотрим по нашему списку. Первый пункт выбросить просроченную косметику и то, что не использую больше года. Посмотрите, какой у меня пакет сформировался. Это то, что я либо не использую больше года, либо то, что уже просрочено. Либо я понимаю, что не буду пользоваться, неинтересно, но попробовала и подарить никому не смогу. Вот такой пакет еще образовался. Второй пункт распределить косметику по темам. Тут, в принципе, у меня все как раз таки по темам и распределено. Я не нашла лучшего способа, как просто перевязывать такими резинками для волос. Потому что иначе все это очень беспорядочно лежит и неудобно быстро найти продукт. Я распределила по категориям подводки, все для бровей, туши. Полностью этот блок это помады. Отдельно матовые, отдельно нюдовые, отдельно красные. Это маленькая такая часть ухода. Я все-таки здесь оставила немножечко ухода, потому что, когда здесь наношу макияж, все равно нужен там бальзам для губ, или масло для кутикул, или крем для лица. Но совсем немножко. Основной уход весь у меня ушел в ванную. Здесь самые разные средства для глаз. Пигменты, тени маленькие всякие штучки. И точилки. Две точилки для карандашей. Я не знаю, почему я забыла про эту часть. Рассказала, значит, про глаза. А это нет. Это все для лица. Сухие текстуры и влажные текстуры тоже. То есть, тут всякие тональники, консилеры. Здесь только сухие палетки. Я постаралась как-то для себя понятно структурировать. В общем-то, получилось. Дальше. Уходовая косметика в ванную. Вот что у меня набралось из ухода в моем туалетном столике. И все это пойдет в ванну. Здесь маски Foro. Они надеваются прямо сверху на Уфо. Вот как на картинке показано. Такая маска в индивидуальной упаковке. Они бывают абсолютно разные. Больше всего мне нравится... Вывалила все, конечно, сейчас показать. Больше всего мне нравится вот эта ночная, потому что если я ее делаю перед сном, а это буквально 90 секунд, то есть не нужно ждать 15 минут, не нужно ждать 20 минут, то на утро кожа просто мягчайшая. Мне даже мысль приходит иногда не наносить утром крема, потому что действительно просыпаюсь с очень увлажненной, очень напитанной такой кожей. Уфо у меня лежит всегда в ванной, и масочки тоже перекочуют туда. Разные кремы, патчи, скраб. Вот серьезно, что у меня скраб для лица делал здесь? Я бы никогда им здесь не воспользовалась. Это все перекочует в ванную. Идем дальше. Помыть кисти. Просто посмотрите сюда. Это огромная косметичка с кисточками и со спонжиками, которые нужно хорошенько промыть. И самое часто используемое положить вот сюда. Редко используемое в этот блок. И на каждый день, там буквально 4 кисточки, у меня вот мою такую вот самодельную косметичку на каждый день. Кстати, да, следующий, последний пункт. Это косметичка на каждый день. Вот у меня такая небольшая косметичка. Это, знаете, когда не хочешь искать среди кучи всего, и просто тебе прямо сейчас нужно сделать макияж. Здесь самые такие базовые средства. Тон, румяна, тушь, помада и карандаш для бровей. И вот эта штука у меня может быть и в ванной, и здесь, где удобно наносить макияж. На самом деле, это не все. Последняя приятная, самая приятная, наверное, для вас вещь. Это то, что я поскребла по сусекам. То, что я вообще никогда не вскрывала, не использовала. Но каким-то образом у меня оказалось это именно в ящике. Я хотела бы это разыграть среди вас. Тут самые разные приятные штучки и пудра. Золотой хайлайтер от MAC. Блеск для губ от MAC. Палетка от Clinique. Румяна от Clorance. И даже здесь есть полоски для отбеливания Rigel. Когда-то я отбеливала в домашних условиях. Здесь 28 полосок. Упакованная пачка. Там еще приятные всякие штучки. И фроше, и от Clorance также. Давайте по традиции вы должны подписаться на мой инстаграм. Подписаться на мой канал. И написать комментарий к этому видео. Как часто вы прибираетесь в своей бьюти-зоне. Как вы все это у себя храните. Какие у вас есть, может быть, лайфхаки. И где ваша бьюти-зона. У меня раньше, когда не было туалетного столика, у меня моя бьюти-зона была на подоконнике у окна. Потому что там было хорошее освещение. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Что, возможно, вдохновило вас на организацию своей какой-то бьюти-зоны. И просто вы хорошо провели время. Возможно, наносили себе макияж. И параллельно меня слушали, смотрели. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще. Скоро увидимся. Пока.